Друзья, всем привет-привет! С вами я Татьяна Нагорнова. Сегодня будем отбирать продукты в новый Project Pen на 3 месяца. Я думаю, буду идти в январь, февраль и март, соответственно, в зиму. Покажу вам новое хранение. Видите, тут уже все раскрыло, чтобы было поудобнее. И думаю, в первой части видео мы сюда отберем что-то, что было бы интересно закончить. Второй части видео перепишу, и там будут все подсчеты, сколько всего суммарно получилось. Ну, и, наверное, давайте начинать. По продуктам для лица нужны какие-то тоналочки и, возможно, базы под макияж. Я посмотрела, мне баз сейчас осталось две. Наверное, возьму вот такой инкос, просто чтобы закончить. И активно сейчас пользуюсь вот этими двумя. Конечно, за три месяца не закончится. Просто они мне сейчас нравятся, поэтому пусть будут в использовании. Это дорогущая и очень классная Кле-Депо. Она почти полная. Но она посветлее такая, светленькая. И более матирующая. И вот это It's Skin CC Plus SPF 50. Просто мне она нравится. Хотелось ее поиспользовать. Слушайте, может, мне ее не надо брать? Может, все-таки сделать упор на Кле-Депо? Наверное, да. Так я и сделаю. Зачем мне две? Делаем упор на Кле-Депо. Она полненькая. Посмотрим, сколько идет цвет света. Тем более на лето она не подойдет. Вот. А вот уже Night Skin. Мы посмотрим, будем переключаться потом или нет. Затем нужны пудрички. Пудру я решила взять рассыпчатую вот такую от Shiseido. Здесь не так много осталось. Как раз-таки за это время добью. Может, даже и не хватит при моем расходе. И какую-то хотелось бы пудру более компактную. Так что у меня тут есть. Перемещаемся вот в этот ящичек, где у меня все пудры лежат. Мне, кстати, нравится очень вот эта пудра от Shiseido. Она довольно новая. А довольно старенькая пудра. Вот это MAC. Наверное, я ее возьму. Или есть у нас, смотрите, еще вариант. Которым я вообще почти не пользовалась. Интересно даже просто протестировать. Давайте я ее возьму. Sexy Mama Anti Shine Translucent Powder. Она абсолютно новая. Но вот просто даже посмотрим. За три месяца она закончится. Если пудра рыхлая, это реально. У меня, кстати, бюджетные за три месяца обычно заканчиваются. Люксовые не заканчиваются. Посмотрим, из какой категории вот эта пудра от Webalm. И сколько же здесь грамм где-нибудь написано? Так, да. Здесь семь грамм ровно. Даже интересно ее поиспользовать. Так, что бы еще? Есть у меня еще несколько подсвечивающих пудр. Я сильное подсвечивание не люблю. Но, может быть, попробовать взять в проект вот эту пудру от Dolce & Gabbana. Новинка. Кстати, вроде бы их должны заново подвести в ритуаль. Я подписана на канал Регина Бьюти. И Регина откуда-то знает все инсайды. По тому, что будут завозить в магазины. Вот она писала, что скоро снова вот это вот появится. И также появится хайлайтер. Ну, наверное, это... Давайте пока отложу. Хотелось бы, но, наверное, не получится ее истратить. По бронзерам я уже решилась. Потому что у меня есть очень любимый бронзер от Kika Milano. Но он светленький мне обычно на летом. Поэтому... Ну, давайте потом я его покажу вам на зиму. Сделаю все фотки. Так, вы не думайте, что у меня во всех категориях будет все, я тебе так бодр. Потому что, например, по тушам и помадам я вообще не знаю, что делать. По карандашам для глаз. Здесь просто более-менее все понятно. Так, теперь нужен один хайлайтер и не румяшечки нам. Идем в ящик с румяшками. Посмотрите, кстати, на мою боль. Я знаю, что это абсолютно моя вина. Естественно, я никого не ругала. Но мне дочка уронила вот эти румяна от Gucci. И теперь они не защелкиваются. Так, может их взять 5,5 грамм. Как будто бы не гипермного. Или я уже который год хотела попользоваться вот этими румяшками. Очень их люблю. Шарлотта Тилбери Экстези. У меня, как всегда, все персиково-коралловое. Я люблю теплый потом на себе. Так, ну что, давайте претендентов тогда выложим. На стол претенденты на Project Pen. Это Hourglass Слоник. Но, наверное, я ее отложу до летнего периода. Потому что достаточно яркие румяна, темный бронзер и темный хайлайтер. А еще вот эти вот румяшки от Шарлотты. Очень хочется. Вот это Gucci. Но я так не люблю сломанную упаковку. Может, их просто продается по какой-нибудь цене. Hot Mama от Balmsties. Не так много. Очень маленькие румяшки из новой коллекции от Benefit. Тут 2,5 грамма. Но я знаю, что Benefit вообще невозможно практически закончить. Или еще у меня есть вот такая классная палеточка от Smashbox. Кали контур. Наверное, просто для видео это не будет очень интересно смотреть. Или будет интересно. Напишите. Может, мы в следующую возьмем их. Наверное, в этот раз я все-таки остановлюсь. Наверное, вот на этих экстезе. И, кстати, центральная часть более такая рыхлая, чем наружный кружок. И поэтому он уже у меня чуть утоплен. Может быть, получится здесь до дырочки добить. Конечно, закончить это нереально. Так, по хайлайтерам. Смотрим. У меня вообще их не так много. Первый вариант – это тот хайлайтер, который у меня уже тысячу лет лежит. Может быть, с одного края какого-то начать хотя бы тереть эти оттенки. Давайте, наверное, я ее возьму. Потому что он реально старенький. Это мой хайлайтер от Pet Magrata. Я много пользовалась. Так, интересно, с какой-нибудь стороны видно расход? Ну, центральный, наверное, оттенок самый поюзанный. Темно-золотистый, самый не поюзанный. Здесь всего-то 10,12 грамм. То есть по 4 грамма в каждом хайлайтере. Довольно много. Наверное, давайте мы возьмем два вот этих оттенка в этот Project Pen. Посмотрю, что из этого пойдет лучше. Ну, по крайней мере, это старенькое. Потому что у меня вторые были претенденты. Это взять или Rare Beauty. Или мне еще очень нравится. Внешно, у меня лежит. В общем, вот такой светленький хайлайтер от Clio Prism. А здесь у нас сколько? Ой, здесь вообще по 2,8 грамма, умноженных на 2. Ну, плюс-минус то же самое. Поэтому, наверное, начнем с самой старенькой. Наташа, она уже особо-то и не актуальна. Вот эта Pet Magrata. Надо с ней прощаться. Так, еще, наверное, хотелось бы кремовый контур. Но с этим все легко. Хочу дотатить вот эту Нинель Эль Астрас Абрамовской. И кремовые румяшки. Вот тут у меня тоже много претендентов. У меня есть новые румяшки от Анастасии. Беверли Хилл с кремовыми. А у меня тут появилась новиночка. Мини-румяшки от Rare Beauty. Очень симпатичные. А что еще? Так, ну, вон в моем отсеке, в котором я тут все уже поломала. Вот это, наверное, более летний вариант. Прикольно еще вот эти капсюли от BeColor. Но, наверное, это будет сложно дотратить. Да, и они такие красноватенькие, морозные. Хотя тоже прикольные. Так, давайте, наверное, пусть будет что-то из бюджета тоже. Брозик от Бенни, потому что, ну, по большей части люкс, возьмем вот этот BeColor. Надеюсь, вам не скучно это все смотреть в мои размышления. Если что, выпущу в двух частях. Раскладывала сейчас по ящику назад турмяны и поняла, что я не взяла консилер. Вообще, сейчас я активно пользуюсь вот этим консилером от Шарлотты Тилбери. Но он такой классный, крутой, что я не хочу его заканчивать. Если где увидите, Beautiful Skin Radiant Concealer. Он просто идеальный. У меня оттенок Fair 3,5. Вот, я его экономлю. Он суперкрутой, поэтому я его только под глаза. И вот посмотрите, насколько уже ушел Одри. Я его на какие-то прыщики, вокруг носа могу нанести. Ну, короче, на всякие такие штуки, где мне хочется вот он уплотнить. И мне уже половина ушло вот этого Одри. Поэтому Одри я возьму, потому что мне его не жалко добивать. И, наверное, не жалко будет добивать вот этого Сергея Наумова, хотя он тоже крутой. А вот эту Шарлоту буду доставать по праздникам, пока не куплю запаску. Ну, не знаю, напишите, у вас есть такая шиза? У меня есть просто. Когда что-то мне супернравится, я прям боюсь это закончить. По тушам. Я уже 2 или 3 месяца... По тушам. Я уже 2 или 3 месяца пользуюсь вот этой тушью L'Oreal Bambi. Aversize Eyes. И она очень стрёмная. Я надеюсь, она уже вот-вот закончится. Потому что даже... Ну, она мне не нравится. Она делает паучьи лапки. Она не удлиняет ресницы. Они, наоборот, какие-то короткие, жирные. Но я как-то не люблю выкидывать так туши. Я просто с палетками. Мне как-то проще. Я знаю, что я никогда не дотрачу. То, что наделала тушь Bambi, я исправляю тушью Jill Stewart. Но тут тоже уже не так много. И так как эти 2 туши у меня уже достаточно длительным использованием. Скорее всего, их не хватит. На долгий срок у меня здесь уже вот отложена новая такая тушь от Jeffree Star. Розовая, с кисточкой. Мне её дарили. Я, если честно, даже не помню, что это за запуск, а не выпуск. А внешнюю упаковку она была очень классная и добротная. Но я уже выкинула. Вот. Надеюсь, что мне этого хватит. Ну, если что, что-то придётся добавлять. Вот. Следовательно, нам теперь нужны, наверное, кремовые тенюшки. У меня уже кое-что, кстати, вот здесь лежит. И карандашки для глаз. Хороший претендент по кремовым теням. Вот этот Luxe Visage. Мой любимейший оттенок 08. У меня есть запаска. Здесь вот как раз где-то половина. Думаю, за 3 месяца как раз-таки мы это своим добьём. Ещё хорошая кремовая тенюшка. Ну, по правде, это не совсем кремовая тень. Это жидкая матовая помада в оттенке кашемира от Lime Crime. Здесь вообще очень мало осталось. Ну, вот на донышке. Плюс можно что-то по стенкам соскрести. Люблю как подложку её использовать. И, в принципе, я её так всю жизнь не использовала. Потому что на губы она мне слишком холодная. Так, ну и можно просто оставить 0,9 оттенок Flanel. По-моему, это Armani. Тоже пусть будет в добивашках. Что у меня здесь ещё в косметичке сейчас лежит? Надо ещё и косметичку снять бы. У меня ещё здесь есть база под тени. Это Анастасия. И, кстати, моя новиночка. Art Visage. Матовые тени. Оттенок шоколад. На нём так круто всё тушуется. Прям вообще. Мне даже делали комплименты. Так. По карандашикам. Поставила сюда. Потому что вчера у меня дочка умудрилась дотянуться на столе до карандашей. Уже начала ими рисовать. Представляете, моими карандашами для глаз. Слава богу, я это вовремя остановила. Так. Раскрываю своё добро. У меня в таком художественном чехле. Из того, чем я сейчас пользуюсь постоянно, это вот эти карандашики Beauty Bomb Уфо. У меня причём были запаски. Но приезжали на Новый год мои родственники. Вот. И я подарила своей родственнице две свои запаски карандашей от Beauty Bomb. Так как у меня теперь есть инсайдер из мира косметики, она говорит, что если Beauty Bomb сейчас дозакажут партию, то максимум через три месяца, скорее всего даже раньше, они снова появятся на полках. Потому что если уже разработана формула, разработана упаковка, допечатать это не так долго и сложно. Но если они захотят эту формулу выпустить в новом дизайне, в другой упаковке, то это от полугода до года займёт. Мне кажется, что Beauty Bomb, раз уж они так хорошо продались, наверняка допечатают. Но пользуюсь ими просто каждый день под все макияжи, они подходят под всё. Поэтому беру Project Pen, они мне просто очень сильно нравятся, и к ним тянется рука. А ещё, кстати, чтобы не грустить, что они закончатся, мне рассказали такой секретик, что в апреле у бренда Arrive Makeup выйдет шесть оттенков мультихромных карандашей. Будем надеяться, что они будут такие же классные, как у Beauty Bomb, плотные, стойкие. Ну, посмотрим. В крайнем случае, у меня есть надежда на Beauty Bomb, что они такую успешную серию вернут. Так, конечно же, нужен ещё коричневый карандаш. Я, кстати, тут уже вовсю пользовалась Романова, мне так нравится этот оттенок Amber Dust. Отложим его. Какой-нибудь бы чёрненький взять. Что у меня есть из чёрненького? Есть Victoria Beckham, тут не такой большой, но мне есть что-то жалко добивать. Есть, о, вот, провок чёрный. Можем его отложить. В принципе, его на весь год хватит. Мне чёрных так много карандашей и не нужно. Так, что у нас ещё есть такого зимнего красивого? При этом надо, наверное, немножко старенького. Вот этот можно карандашик от Пупа отложить, посмотреть, сколько здесь закончится. И ещё мне, кстати, очень понравилось. Я хотела вам показать вот этот карандаш. Art Visage Shine Line в оттенке 48. Мне кажется, очень классный оттенок для глаз. Пусть остаётся. Так, здесь остались какие-то огрызочки у меня с прошлого Project Pen, но они мне уже надоели. Я ими пользоваться пока не хочу. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть карандашей. Чёрный, коричневый есть. Светленький есть. Если только в уголочек добавить. В уголочек у меня есть вот такой с Аси. С BT21. Это продавалось в Таиланде. С другой стороны, для внутреннего уголка в Beauty Bomb тоже есть. Ладно, пока, наверное, не буду брать. Много, конечно, у меня вот эти карандаши отломали. Иногда хочется их прям просто нафиг выкинуть. А с другой стороны, как-то жалко. А вдруг, пока место есть, косметички пусть лежат. Потом ещё успею расхламить. В целом, по карандашам у меня ничего не засыхает. Вот самый, наверное, такой засыхающий. Это Victoria Beckham серый. Лучше пользоваться быстрее. Но мне просто оттенок не нравится. Не хочу с ним мучиться. Кстати, вот ещё прикольный оттенок у меня есть. Это винный оттенок от Maybelline. Тату-лайнер. Под многим кежем, кстати, удивительным подходят. Добавляю такой изюминок и можно его взять. Всё. По лайнерам. Беру чёрный лайнер от бренда тайского Sivana Colors. Это точный аналог лайнера от бренда Stellar. В новой коллекции со Скорпионом. Да, как-то немало получилось. Ну, что поделать. По карандашам для губ. Вот, в принципе, то, чем я сейчас пользуюсь, оно мне всё и нравится. Но, наверное, так много мне не нужно. Возьму один Ник Малей. Наверное, дороговатый такой бренд. Но мне он попадался в Beauty Box. Есть светленький, уже такой коротенький, 52-й от Шу. Что у нас тут ещё есть? Коричневатый можно взять от Шу модненький, 48-й. И, наверное, вот от Шик. Возьму гарду от Шик. Тоже пусть лежит, пригодится. Остальное будет опционально. Брошек Пенни. Я понимаю, что этого всего много. Но вот именно карандаши, наверное, у меня будут из проекта в проект переходить. Для меня это как бы нормальная практика. Ох-охо, самое сложное с помадами. Тут я вообще не знаю, что выбрать. Столько у меня всего. А, нет, стоп, подождите. Мы ещё с вами не выбрали для бровей историю. Тут всё легко. Для бровей возьму два карандашика пока. Броу-бар от Шик. Бьюти Бомб карандаш. И также у меня Пуси. Здесь где-то полфлакончика осталось. Кстати, запаску я так и не купила. Заказывала по хорошим скидкам в Мегамаркете. Но там получилась такая история, что было неудобно забирать заказ. Они очень быстро его отменили. В общем, то выходные, то пятые, то десятые. То я не смогла перед Новым годом зайти. И потом как-то захожу. Они его уже тослали назад. Поэтому запаска у меня пока нет. Но это не страшно. Без геля для бровей мы точно не пропадём. Хочется мне добить вот этот про-мейкап Королькова в оттенке Нины. Я его весь по субботу мучила. Но мне он так понравился, кстати. Вообще ни о чём не жалею. Он классный. Так, надо взять пару блесков и пару помад. Это очень сложно. Из того, что легко добивается, можно как бы исчетерить, взять вот что-то из таких тонких бальзамных помад. Это клиника оттенки Black Honey. Есть ещё у меня такая же наподобие от Шарлотты Тилбери. Может её взять. Просто мне оттенок, как раз, такой интенсивный. Давайте начнём с простого. Жидкий бальзам от Байтери. Или Байтери. Здесь где-то половинка осталась. Выглядит как красивый такой увлажняющий, разглаживающий блеск для губ. Обожаю. Точно идёт в этот зимний Project Pen. Он там явно будет уместен. Есть несколько миниатюр. Например, Gwen Stefani. За ними, наверное, будет интересно наблюдать. Это, кстати, новенькая Pet Magrant Divine Rose. Ну, новенькую не будем. Давайте ту, которую я чуть постарше возьму. Gwen Stefani. Так. И ещё какой-нибудь бы блеск взять. Какую-нибудь помадку. Так. Как вы понимаете, выбор очень сложный. Тинды, наверное, буду брать ближе на лето. Может быть, взять тоже такую увлажняющую, чтобы была. Возьму, наверное, более персиковым, тёплым оттенком. Романт помадку. Их надо блеск. Сильно многого не буду набирать. Может быть, вот эту взять Романова. А то мне так до неё руки никогда в жизни не дойдут. Sex Lip Gloss в оценке Fabulous. В принципе, наверное, неплохой выбор. Потому что... А, ещё, кстати, хороший претендент. Вот такая помадка Givenchy. Я уже здесь неплохо поиспользовала. Она обалденная. Вообще-то, эту серию мраморных, бальзамных помад я очень вам советую. Она обалденная. Знаете, что ещё есть? Есть ещё же шик у меня. Два блеска. Более такой холодный. И более тёпленький. Надо, наверное... Так, а взять ли мне что? Давайте то и другое возьму. Один будет морозный. Второй будет персиковый. В принципе, нормально. Так, и сейчас посмотрю по оттенку вот этой Gwen Stefani. И, соответственно, что-то из этого выберу. Конечно, как всегда, я набираю много. Но у меня юношеский максимализм. Не могу себе в этом отказать. Кстати, ещё не показывала своё новое хранение. Давайте тут тоже чуть-чуть засниму. Купила вот такой комодик. Новый адрес. Ссылку на него нашла на форуме Тами Танука в группе ВКонтакте. Там есть у них такая ветка «Полезные вещи для Тами Танука». И, в принципе, моя цель была сделать хороший домик для Тами. И моих комментов у меня чуть больше, чем на два ящика. Но я уже для красоты не стала там третий ящик занимать. Потому что их было бы тут, ну, такая кучка. Положила их в другое место. И в итоге пересобрала сюда всю косметичку. У меня здесь теперь то, чем я пользуюсь. Палетки. Верхние ящики. Средства для лица. Вот. Жалко только, что нету рельсов. То есть, вы видите, просто ходит без какой-либо помощи. Без каких-либо металлических направляющих. Без роликов. Вот это было бы, конечно, посимпатичнее. Ну, и помады не влезли. Пришлось их держать на столе. Думаю, сейчас я все перепишу. Отфоткаю. И быстро вам на столе все-все-все перепокажу. Все. И начинаем на этом Project Pen 2024 года. Ребята, возвращаемся. Я все переписала. Так, поднимемся даже вот так. И сейчас все быстренько пересвочим. Вышло ровно 40 продуктов. Вот им писала январь, февраль, март. И что у нас вышло. Все отфоткаю отдельно сейчас на телефон. Тоналка, кле-де-по. Да, что-то у меня рука красная. Только что уже несколько раз смывала косметику с рук. Поэтому уже все. Одри. Ну, зафиксируем вот так примерно. Здесь было. Ну, как я сказала, сейчас буду отдельно делать фотографии. Наумов непрозрачный. Он такой крошечный, что мне кажется, вообще труда не составит его добить. Далее. Пудра Balm вообще нулевая. Самое интересное, что из этого выйдет. Шоссе, да вообще осталась такая крошечка, что мне кажется, просто мгновенно уйдет. Как бы не пришлось добавлять. А Нинель Абрамовская осталось тоже совсем мало. Было много больше этот стик. Сейчас здесь он. Буквально сантиметрик остался. Есть я уже купила новый бронзер. Сначала хотела обойтись малой кровью. Купила от Influence. Но он мне совсем по цвету не понравился. Наверное, буду его расхламлять. Вот про этот вариант. Levitation. Но в итоге купила более люксовый вариант. И он мне нравится. Затем бронзер Kiko Milano. Ну, а, конечно, у меня уже неплохо поиспользованный. Но мне нравится очень оттенок. Это была лимитированная коллекция. Как, в принципе, все коллекции у Kiko, которые 70 раз в годы выходят. Называется Mood Boost. Made Bronzer. Но дадим цвет хани. И он действительно такой светленький. Затем румяшки BeColor в ягодном оттенке. Наверное, подпишу сейчас, что это за оттенок. Здесь, конечно же, есть небольшая ямочка. Из-за того, что они в большей части кремовые. Вот. Ну и вот такой ягодный оттенок. Я сейчас тут нахожусь в дикой любви с Катинами. Мои подруги румяными от Armani. И мне вот этот оттенок BeColor напоминает чем-то. Так. Затем Шарлотта. Оттенок Экстези. Это стандартный такой персиковый, коралловый оттенок. Такой светленький, хорошенький. Затем переходим на хайлайтеры. Кремовый хайлайтер я так и не полюбила. Мне не нравится. Но отрешил вот эту старушку от Пэдомить. Смотрим, насколько здесь у нас всего было мало или много. В принципе, вот этот оттенок, да, розовый. Он как будто бы почти не тронут. По большей части мне здесь тронут хоть как-то. Вот этот оттенок средний. Но визуально здесь не так много продукта. Решил вот этот темный пока не убрать. Хотя давайте мы его поскочим хотя бы. Просто лежит, пролеживает. Хотя, если честно, прям уж добивать мне ее не хочется. Вот. Уж больно красивые оттенки. Хотя сейчас уже этой палетке от Пэд есть аналоги. Если хорошо в этом году пойдет, возьму еще ее на лето, чтобы вот этот золотистый хайлайтер добить. Ну, а пока самое время вот этими двумя пользоваться. Затем мы с вами договорились взять три туши. Эти две уже на исходе. Тушь с плеткой от Джеффри. Она, в принципе, новая, но она какая-то не сильно влажная. Как будто бы она тоже уже немножечко подсохшая. Хотя я ее ни разу не открывала и даже не видела, какая там щетка. Так, у меня, кстати, еще есть один вариант. Я вот думаю, может, я все-таки подкину его. Нет, я в Таиланде покупала вот такой пакетик с тушью Maybelline. Hyper Pearl. И его можно бы тоже добить. Ну, я думаю, это максимум на неделю. Оно там так и продается, как такой походный вариант. Так, для бровей. Гель от Пуся. Тут не так много. Затем полостый карандаш от Beauty Bomb. Здесь много. Потому что он уходит очень даже медленно. Хотя нам здесь достаньки такой туп. И я недавно покупала карандаш Броу Бар. По-моему, это да, Шик Про линейка. Наталия Шик. Пользовалась им весь последний месяц. И здесь... Но для меня уже осталось ни о чем. Очень мало. Наверное, за месяц уйдет. Думала я добавить или нет помадку. Но пока не добавила. Не знаю, может потом добавлю. У меня есть две помадки в коллекции для бровей. Очень древних. Вот такая древняя Кабрау. Вот Бенефит брала еще в русской сифоре. И есть помадка от Анастасии. Они чуть-чуть подсохшие. Но пока еще в рабочем состоянии. Не знаю, может попозже добавлю. Но пока не стала записать. По теням. Только кремовые в этом году. Я поняла, что сухие тени это гиблое дело. И больше никогда я не буду их добавлять. Это закончить невозможно. Никак. Никогда. Итак. В качестве кремовых. Жидкая помада от Lime Crime Кашемир. Обожаю вообще, как Lime Crime работал в этом плане. По-моему, они сейчас разорились и закрылись. Затем Metal Hype от Luxe Visage. Отличный оттенок. Там не все оттенки хорошего качества. Но именно оттенок 0,8. Он прям замечательно работает. И весь прошлый год я пользовалась Armani. Тут уже какие-то, видите, есть просветы. Но вот если вот так кисточкой поводить. Вон они есть. Где-то половинка флакончика здесь осталось. Ну и еще, как говорится, есть что подобивать. Очень красивый такой базовый оттенок. Когда некогда краситься, всегда я его брала. Так. И теперь подводочка. Подводочка только одна черная. Sivana Colors. Тайский бренд. Я, когда буду показывать покупки, вам покажу, что это точная копия. Ну или точнее, не знаю. На одном заводе просто делалось подводки Stellar Scorpion. У них даже одинаковая вот эта верхняя часть. Одинаковая кисточка. Вообще все просто одинаковое. Обожаю тайские подводки. Они и недорого стоят. Всегда там их беру. Стойкие. Вообще все с ними замечательно. Карандаши взяла много. Давайте мы их сейчас поочередно все посмотрим. Начнем, наверное, с карандашиков. Отбейте бомб. Первый оттенок зелененький. Просто обожаю их. Затем оттенок номер два. Кстати, по тетради его у меня меньше всего. Это я так все буквально вот за последний месяц поиспользовала на все праздники тоже. Только и украсилась. Украшает просто каждый макияж. Каждый макияж добавляет изюминку. Он просто супер обалденный. Ну, в принципе, как и зеленый. Лично у меня менее любимый карандаш в третьем оттенке. Самым светленьким. Но я знаю, что люди его наоборот больше всего любят. Потому что он такой скромненький. Он хорошо подходит в нижнюю слизистую, в уголок глаза. Очень искристый. Но у меня его больше всего. Я потому что люблю такие поярче макияжи. Но, естественно, его я тоже слегка. И все, я думаю, удовольствием в этом году потрачу. Потому что мне очень нравится оттенок. Но в крайнем случае, если нам никто не напечатал мультихромных карандашей, мне уже не так понравилось, что придется брать из Китая карандаши от Kaleidos. Так, затем черненький карандашик от Provoke. Он жирный, гелевый. Его здесь очень много. На год хватит. На этом даже может еще и останется. Затем синенький карандашик от Pupa. Он не такой большой. По это колечко. И с этим много давно пользовалась. Красивый тоже такой. Сияющий. Не сильно вырвеглазный. И у меня есть два сейчас любимых коричневых карандашика. Решила оба их добавить. Первый оттенок от Романова. Стоит как рулот Боингону. Безумно красивый. Коричневый такой. С переливом. Называется Amber Dust. Безумно красивый. И вот стольчика его. И второй находка на его последнего времени. Это Artvisage. Серия называется Shine Line. Сам оттенок номер 48. И он что-то вот по мотивам вот этих сияющих карандашей. Так, друзья, вы не обращайте внимания на мои руки. У нас просто реально на улице минус, я не знаю сколько, 30. И приходилось тут и снег чистить, и сыну в садик отводить без машины. Поэтому, да, немножечко надо подлечить руки. Куда деваться? Жизнь за городом. Так. Вот такая красотища у нас по теням и карандашкам получилась. Так. Давайте, наверное, местечко есть. Еще я покажу карандаши для губ сразу. Прожек Пенни. Я в прошлом году влюбилась в карандаши от бренда Shun. И мне безумно нравятся. Вот такой номер 48. Это модный сейчас коричнево-бежевый оттенок. Затем более нюндовый оттенок, который называется 52. Кстати, забыла прошлый показать размерчик. Вот этот вообще подо все подходит. Заметьте, он без розовинки. Так. Затем у меня ник Мале. Есть карандаш. Он мне попался в эти боксе. Вам его не советуют. То, что супер дурацкая крышка. В короткой части кисточка. И вот такой здоровенный колпак, в котором лежит не такой уж и большой карандаш. Оттенок Peony. Неплохой оттенок. Мне он нравится, как работает на губах. Но просто мне очень нравится упаковка. И я видела на маркетплейсах, что ник Мале – это бренд, который пытается копировать, видимо, Шарлот и Тилбери. Упаковки ее стоят. Ну, недорого. Ну, и не супербюджетно. Средненькая такая цена. Вот пока что у меня к ним есть вопросики. Так. И последний, четвертый карандаш – это Шикарда. Наверное, мне эти карандаши хватит на год. Хотя, может, вот эти два светленьких, они и побыстрее уйдут. Потому что я все-таки такими чаще пользуюсь. Но в целом, понятно, какие мне сейчас карандаши нравятся. Либо такие более с теным контуром, либо уж нют-нют. Приходим теперь в категорию для губ. Я вам тут забыла свои записи показывать. Ну, тут ничего интересного. Видите, все задокументировано. Все карандаши для глаз, для губ. Все по-честному. Потом будем это все сравнивать. Так. Три блеска. Романова лип-глосс. Нюдовый такой оттенок. Но будут, когда у меня яркие глаза. А я, вы знаете, люблю яркие глаза делать. Романова как раз пригодится. Так. Оттенок, который называется Fabulous. Здесь никаких просветов нет. Затем Байтери. Жидкий пальцам для губ. Здесь примерно половина. Он, кстати, неплохо за губами ухаживает. Но мне больше нравится его носить, как такой разглаживающий. Бесцветный. Даже чуть выбеливающий гумбы. Но не сильно. Блеск для губ. Он очень комфортный, классный. Очень ярко пахнет розой. И последнее. Это у меня Шик. Летняя лимитка. Мэри Дэнсерс. Такой беловатый блеск с головым отливом. Давайте посмотрим, как он смотрится. Я думаю, что, кстати, должны блески быстро уходить. Потому что они тоже что-то среднее между бальзамом и блеском. А такая формула, она достаточно быстро уходит. Затем решила я добить корольковый мейкап. Очень красивый оттенок Нины. Всем понравился мне в прошлом году, кроме дурацкой упаковки. Но я уже чувствую, что там совсем мало осталось. И вполне реально это добить. Вот такой универсальный бежевый оттенок. И тут еще походила, побродила. Решила добавить кле Депо. Жидкую матовую помаду. Оттенки номер 101. Да, вот она. 101 Cream Crush. Они периодически всплывают где-то в наличии. По-моему, в ритуале. Я его хотела в прошлом году еще поиспользовать. Не так, не поиспользовала. И решила, что надо его взять в использовании уже. Начать им пользоваться или продать. Так. Это то, почему мы не увидим прогресса. И вот три помадки я записала. Третья, возможно, была причем ошибкой. Но мы сейчас с вами вместе посмотрим. Первая миниатюрка от Gwen Stefani. Я так и не поняла, как назвать ее бренд. GXV. Или это надо вместе произносить. В общем, Gwen Stefani в оттенке Storm Box. Так как это миниатюра, здесь совсем такой крошечный стик. С розоватым оттенком помада. Ну, нюдес, как я люблю. У меня, как вы знаете, 40 оттенков нюда. Чтобы сильно не повторялись, я решила в пару взять вот эту бальзамную помаду. Glastain Melting Balm от Romant. Оттенок. Сейчас мы найдем. Nougat Sand 05. Вот, я решила, кстати, полностью не выкручить. Потому что как-то это так трудно делает. Крутишь, крутишь, никакого эффекта. Поэтому будем его, наверное, замерять в глубину. Мало ли, на всякий случай, чтобы не сломать. Ну вот, да, примерно миллиметр я использовала ранее. Теперь мы сейчас это все выкрутим назад. И сделаем сводч. Эта помада тепленькая. Но мне она очень нравится. Вот, для моего теплого подтона. Замечательно подходит. Сиянье. В общем, Romant, сами знаете, все хвалят. Бренд классный. Ну и последний, вот просто, не знаю, что-то мне черт дернул. Решила вот эту шоссейду, которую я в прошлом году в Таиланде покупала взять. Это знаменитые гелевые помады. Я видела, что они недавно всплывали в Мегамаркете. Новый привоз. Я взяла там оттенок, который безумно популярен среди тайг. Это оттенок 110 джуннипер. Где он у меня? Вот тут написан. Вот 110 джуннипер. Это просто там хит тиктока. Такой, вроде бы коричневый оттенок. Но если его нанести, он, естественно, полупрозрачный. Такой карамельно-коричневатый. Но он не так темно смотрится. Поэтому есть возможность, что я это дотрачу. Самой этой помадой, кстати, можно выкрутить, в отличие от романа, которую я опасаюсь. Здесь не так много. Но, в принципе, половинку точно у меня уйдет. А если бы я была человеком, который много-много раз в день переносит помаду, может быть, она бы целиком закончилась. Благо, здесь формула увлажняющая. Она прям на глазах уходит. Вот. И решила облегчить себе задачу. В общем, в этом году у меня будет таких несколько небольших, скромненьких, по моим меркам, project pen-ов. Всего лишь пока 40 продуктов. Но зато вы не будете уставать от одного и того же в кадре. Ну, а я-то что? Я только для вас и рада стараться. Поэтому, пожалуйста, пишите ваши мысли, поставьте мне лайки, подпишитесь на мой канал, если вы не подписаны. Конечно же, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там тоже много чего интересного. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Пока-пока.